Аня, поздравляю вас с очередной победой. Наше интервью становится уже такой доброй традицией, которая, по крайней мере, нам нравится. Какой была эта победа, какой был этот турнир, в ваших ощущениях? Ну, у нас, это очень самое главное, сейчас начинается сезон олимпийский. Каждое соревнование не на вес золота. Но и домашние соревнования, как говорится, мелочи приятны, но идет отбор, и, как сказать, мы не имеем права на ошибку. И, конечно, в психологическом плане это было достаточно такой, много энергии мне понадобилось, чтобы держать концентрацию, чтобы не ошибаться и сказать, что мне достаточно были такие счета большие в некоторых боях, но сказать, что прямо легко мне так дался, турниры, вот, я не могу. Ну, вот, а последние два боя, которые принесли в итоге вам к обык, что-нибудь о них? Ну, я попала в четверку, уже как-то успокоилась, как-то так уже заход двойку, я больше на кураже фехтовала. А за первое место я подустала физически, подустала физически, начала промахиваться. Тактически-то я, в принципе, знала, что делать, и была уверена, что эффективные мне должны быть атаки. В начале боя я проигрывала, был какой-то такой некий качели. То Татьяна Гудкова нанесет, то получит. И уже под конец мы вот решили так разыграть, когда у нас стала такая более нервная ситуация, да, ровный счет, и уже я устала, видимо, она тоже устала. Мы решили разыграть приоритет. У вас и так же оставалась минута. Зачем было, вы могли бы эту минуту дофехтовать? Ну, я не рассчитывала, что судья даст минуту. Просто судья решил, что как-то мы, видимо, халявим, и решил заставить нас пофехтовать. Но мог вынести другое решение. Поэтому я рассчитывала вот на один укол. Вы в третий раз выиграли Кубок России. Первые два были в 2004 и 2005 годах. Можете сравнить те победы и эти? Помните? Нет, я не могу. В 2004 и 2005 я была... Только вы вышла из юниоров. И, конечно, 2004 год, я думаю, это вот Олимпийский год. Для меня тоже это было очень важное соревнование. Но там я, скажем так, была молодая среди старших. А здесь я уже старшая среди молодежи. Хотя у нас четверка, это все старшие. И я, и Татьяна Лагунова, и Любовь Шутова. Вот только Татьяна Гудкова одна. Ну и не могу сравнить. Я не помню просто. У нас столько этих соревнований. И каждое из соревнований, они чем-то отличаются. Где-то в какой-то момент мы напрягаемся. Именно психологически такое у нас, знаете. Сейчас же просто за столько лет. Не могу никак прокомментировать. Тогда немножко ближе. Вот прошлый сезон, он такой двойственный. Вы после травмы были. Вам то удавалось, как, например, блестящий совершенно чемпионат России. То неудачные международные старты было несколько. Вы как-то поняли, в чем была проблема, например, на международных соревнованиях. Можем рассчитывать, что в этом году вас снова увидим? Ну, я надеюсь, я все для этого сделаю. Первый сезон после травмы, он тяжелый. Тут, конечно, ты знаешь своих соперников. Ты с ними круглогодично сидишь на сборах. Ты с ними профехтовываешь. Международные соревнования, они... Там очень такой достаточно большой психологический фон. И... Ну, как-то вот так вот получилось, что, да, после травмы... У меня и в тот раз было, после первой травмы в 2009, по-моему, да, я сезон плохо отфехтовала. Надеюсь, что... Ну, по крайней мере, я вернулась с огромным желанием. С огромным желанием... Как сказать, себе доказать. Не знаю, там кому-то не надо доказывать. Не нужно себе в первую очередь. Фехтовать хочу и, конечно, показать результат. Попасть на Олимпиаду. Сейчас вам предстоит еще такие военные игры в Южной Корее. Не будет ли... Вот тренеры, например, опасаются немного, что это будет проблема. Вам совершенно другой климат, другой часовой поезд. Лететь, потом возвращаться. И тут уже будет и Италия, и Линьяна. Этап Кубка мира. Как вы сами считаете? Ну, мне как тяжело сказать. Мы весь год так летаем. У нас и Китай, потом мы прилетаем, и едем в Европу, потом мы прилетаем, едем в Аргентину. То есть я уже, например, тренирована. У меня, знаете, когда такие перелеты, у меня главная, как сказать, установка на соревнованиях, ну, не делать лишних ошибок. У нас там будет... Хорошая бы, я практика, я считаю, тоже не мешала бы сейчас перед Италией. Там будут эти же, ну, многие соперницы, которые приедут в Линьяна. Что касается физической формы, ну, это каждая индивидуально, кто... В этом и заключается мастерство, чтобы подвести себя к соревнованиям в нужной форме, в нужном, годиться их. Ну, вы, помимо того, что летаете в разные далекие страны, как сказать, по долгу службы, я знаю, что вы еще и отдыхать любите тоже, видно. Не здесь, не в Подмосковье, да? Расскажите, где вы на этот раз были? Ну, вы, наверное, спрашиваете. Видели в Фейсбуке мои фотографии, да? Ну, я второй год уже летаю на Бали, у меня появилось новое увлечение. Это серфингом я увлекаюсь. Очень достаточно увлекательное хобби. И там, кстати, были такие моменты, что нужно тоже, знаете, как вот на соревнованиях вот выплываешь, океан, и волны, и вот такой вот концентрации, и вот такой тоже психологический фон я ощущала. Ну, и полезно для здоровья, и как-то, я не знаю. Вот, да, я на Бали уже второй год летаю, и занимаюсь там. Есть такая очень прекрасный человек, Виктория Кершис, великолепный инструктор. Вот, если кто-то захочет, советую. Это не реклама, это вот просто совет такой. Мало адреналина на соревнованиях, да? Да, в том-то и дело, что вот выплываешь в стихию в океан, и там сплошной адреналин, и нужно, как сказать, сконцентрироваться, встать на доску, проплыть еще на этой доске. Очень так схожи моменты. Хорошо, спасибо, и удачи в дальнейшем. Спасибо.